добрый день говорит радио свобода показывает телеканал настоящее время в студии сергей медведев вот уже две недели как погиб или был убит или еще скорее был казнен евгений пригожин но его фигура по-прежнему будоражит воображение повсюду по стране возникают ему стихийные мемориалы земля полнится слухами о том что он по-прежнему жив как банальный преступник стал фактически фольклорным героем героем легенд что это говорит нам о массовом сознании и о состоянии политической системы и если в россии запрос на бунт говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента антона сергеенко смерть евгения пригожина породила множество слухов и мифов о главе чвк вагнер в сознании своих наемников да и многих россиян он остался харизматичным рубящим правду о потерях героем последний год повар путина часто появлялся в медиаполе его высказывания и видео с ним разошлись на мемы и цитаты его поход на москву встречали оживленные улицы в российских городах бывшего зэка возможно испугались и в кремле такие высказывания путин и его окружение мало кому могут простить особенно человеку собственной медиа империи фабрикой троллей армии с тяжелым вооружением и политическим весом стране эксперты не исключают что его мятеж мог сильно повлиять на репутацию руководства страны и возможно даже на ближайшее окружение путина что изменил пригожина в российской политике и изменил ли возможно ли еще подобные бунты внутри россии и чем еще занимался повар путина с нами по скайпу на связи социолог лев гудков лев дмитрий добрый день добрый день вот этот вот возникающий ширящийся культ пригожина как социолог как вы его интерпретируете что для вас это значит абсолютно правильно сказали что после смерти начинается другая фаза явно фольклоризация героизация погибшего убитого бандита и так далее по логике вот переворачивание значения от от преступника такому святому праведнику идет переозначивание этой фигуры но о чем это говорит ну в первую очередь об исчезновении конечно политическое пространство исчезновение политики дефиците ну влиятельных фигур поэтому на довольно случайно на случайный персонаж навешивается очень сильные ожидания причем они крайне неоднородны в разных группах в первую одна вообще говоря пригожин появился на вот какую на поем на политической сцене на сцене общественном мнении очень недавно где-то начиная с апреля месяца до этого его практически никто не знал он начал разворачивать с одной стороны свою медиа систему свои каналы создавать и резко выступать с критикой министерства обороны войны ну и в том числе и затрагивая персонаж верховного угла команды мне кажется и немножко здесь поспорим мне кажется с прошлого лета когда он начал вербовать по тюрьмам потому что вот это вот вирусное видео где он в тюрьме как хозяин заходит и начинает таскать говорить вот этот мифологическая его составляющая да из такого из секретного агента в никого мифического героя который обещает людям волю даже ценой смерти он мне кажется начинается его взлет с этого видео знаменитого вот он был где-то прошлом августе что ли в прошлом августе да нет мы не фиксировали подъем а понятно то есть новые вы здесь говорите именно по вашим после сапада данным социологическим в апреле мая он начал мелькать вопросах начали упоминать его в мае он вышел на пятую строчку в списке наиболее влиятельных политик за путиным мишустином шайгу и лавровым то есть он вышел как бы обогнал всех остальных как ньюсмейкер такие да и отношение было очень неоднозначное с одной стороны настороженность неприязнь бандит садист и вот все такие его выступления контакты действительно начавшиеся контакты с зэками вызывали очень сильное такую настороженность с одной стороны с другой стороны критика коррупции неэффективность министерства обороны шойгу и самого путина она вызывала очень сильный резонанс в первую очередь конечно среди молодежи сидящие в интернете в телеграм-каналах потому что до старшего поколения просто это не доносилось телевидение молчало надо сказать что отношение очень заметно структурируется в зависимости от доступа к тому или иному каналу информации телевидение пропутиновская социальные сети интернет телеграм-каналы youtube хотя и тоже они неоднозначны но город здесь гораздо более серьезные и в момент выступления его 23 24 июня он получил очень сильную поддержку очень сильно но мы помним кадры из ростова когда я вас встречает просто как народного героя но тут я вот гораздо иначе оцениваю и не считаю что это мятеж и не склонен предавать всем было понятно что пригожин это путиновский проект что он находится под покровительством до централизации силовых структур и использование вот таких внеправовых рамок организации частной военной кампании она могла существовать только при такого фаворитизм и в отношении верховной власти поэтому когда он выступил наступил паралич просто от власти администрации люди не смысле администрации на местах не знал как на это реагировать и и это был вот паралич но конечно и какая-то часть очень реагировала на риторику вот облить популистскую такую влечение министерства обороны и прочее вот это вот да вот это главное наверное на чем хотелось бы сейчас фокусироваться вот понять эти мемориалы и это вот это так сказать народная мифология которая сейчас какой на какой запрос отвечает пригожин потому что первое мне кажется что первым прежде всего это человек который так сказать некий такой я не знаю трикстер что ли да который дает выход баховой выход да такой трансг трансгрессию выход за пределы системы и вот этим особенно когда он работал в зонах и заходил и вот этим людям которым уже жизнь вообще с копейку кажется он им предлагает не скрывая того что их может убить вот этот вот выход и мне кажется какая-то архетипичная очень ситуация ну я согласен у меня тоже крутил в голове сравнение с трикстером таких тоже это очень похоже конечно он внесистемный человек и это прежде всего поражало потому что никто не по не мог позволить себе так говорить как он есть и естественно это мог быть только вот внесистемный персонаж поэтому действительно он получил те кто слышали о нем 58 процентов одобряли его это очень высокая одобряли в какой момент а в момент бунта вот этого в момент мятежа или когда он выступал со своей критикой шойгу герасимов где снаряды первый второй день выступление после того как путин выступил все резко обвалилась и вот так то есть путин и все это трикстерство обнулил одним выступлением до среди своей аудитории которые конечно нам гораздо шире это в основном пожилые консервативные и зависимые от государства категории населения люди старшего возраста вот среди молодых сохранялась все таки не просто симпатии а надежда на изменения на то что это действительно антисистемные выступления это бунт против путина это удар по путину и может быть из этого что-то выйдет это вот такое ангажированный но пассивная часть нашей общественности так я бы сказал но это не только по путину это скорее даже контр элитная вот вы не фиксировали вот это контр элитное то что он напрямую царю говорит что зажрались бояре да 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 вот но популярность его очень быстро начала сходить на нет очень быстро и в июле его деятельности одобряли всего 12 процента да вы что так так оказалось медийно настолько был сильный медильный хайп что казалось что это чуть ли не публичный политик номер один но смерть совершенно изменила ситуацию и вызвала новые не просто и новый интерес но в новую волну и вот действительно заработали механизмами филогизации и сегодня когда мы в конце августа провели опрос 39 процентов его одобряют 37 осуждают и это разный и по возрасту и по уровню образования по информационным каналам это разные социальные среды точно так же как и объяснение самой смерти его вообще говоря 26 процентов считают что трагическая случайность это в основном зависимые от телевидения от государства одобряющий путина категория 20 процентов считает что это месть власти за критику а это кто считает а это как раз молодые более образованные в москве эта цифра поднимается там до 60 процентов среди пользователей телеграм-каналов там до 40 45 процентов вот то есть резко дифференцируются ожидания вот от его выступления и мифологизации его она очень четко про прослеживается и соответственно возникает двойственный образ такой вот с одной стороны настоящий мужик справедливый откровенный хороший руководитель патриот заботится там своих солдатах успешен в войне взял бахмут и так далее вот это одна с другой стороны но это вот как раз здесь не к некоторый сдвиг не просто на молодых но и на такое люмпинизированный пролетарскую среду среди рабочих максимум такой и особенность мы среди мужчин вот такой такой образ полтора раза чаще встречаются у мужчин чем у женщин а то есть запросы видно справедливость люди так сказать не привилегированные видят в нем вот такой вот народный запрос а вот тут я хотел спросить как вы думаете кому из таких исторических архетипических героев он ближе кто это стенька разин робин гуд вот с кем бы вы его сравнили год у нас не не очень известен несмотря на фильмы но вообще говоря мифологема кудеяра атамана кудеяра стенки разина там пугачева это вот есть вагнер какая-то такая была отдаленная отголоса каза казачьей вольницы такой вот гуляй поле и вот эти вот вольный лег гуляет постепи лихой человек и вот вагнер в 21 веке реализовал вот эту русскую мифологему ну раз вы заговорили о справедливости я бы сказал что справедливость у нас существует только в негативном модусе как отсутствие справедливости поэтому фигуры персонажи которые ну хоть как-то могут быть вставлены в эту рамку они немедленно обрастают позитивными смыслами значениями и люди хотят в это верить и начинается такая архаизация рождается новый миф пригожин начинает присутствие приписывать добродетели и прочее но точно так же и негативная сторона очень важная бандит идет против путина наполеона в по сути речь идет борьбе кланов договорники собственно мне это слово понравилось услышал его вот в записях наших респондентов договорняк но это да и ты по моему из украинского политического лексикона прошло еще много лет назад украинского дворняки хорошо а вот такой элемент вот как тоже высчитываете ли может быть были какие-то опросы по поводу кувалды образ кувалды им запущенный уже давно достаточно до после казни вот этой мы не знаем инсценированной действительно правда нужно и вот ее начали дарить миронов позирует с кувалдой люди и появляются подарочные кувалды футлярах вообще кувалда претендует на символ новой россии но у нас не было таких вот прямых опросов но по косвенным признакам я бы сказал что это вызывает отторжение отвращение саде людям не нравится вообще говоря такая чрезмерная или демонстративная жестокость отталкивает люди видят в этом бандиты а это пугает людей люди склонны все-таки к середине какой-то такой вот поэтому я бы сказал что сохранить двойственность она принципиально здесь но в общем значит какие элементы чтобы еще раз понять значит это запрос на справедливость до свобода вот этого жеста высказывания трансгрессия такой да как трикстер клоун который шут который вот это все высмеивает и снимает ничь потому что ну конечно пригожин для определенных кругов выступал как успешный предприниматель ну да тоже это отродяясь с момента с вебра который говорил что предприниматель авантюрист всегда эффективнее бюрократической системы и вот ощущение такой нарастающей косности нашей системы и политической бюрократической она порождала идея вот этого такого интер при пленера но в чистом виде предприниматель насилия до силовой предприниматель то что говорится и обыграть вот эту костную коррумпированную структуру очень важный момент это конечно критика коррупции ну да это очень важный момент да и неэффективности а под спутно за этим всем стоит конечно идея бессмысленности войны нет неопределенности войны ну да и он озвучивал собственно те вещи которые у всех были на уме но которые боятся произнести слух что война провалилась что операция закопалась что генералы неэффективны то есть он единственный во всей россии кто это произносил вслух да 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 именно он собственно но артикулировал все эти вот смыслы позволил себе позволил их вынести в публичное пространство то что у всех было запрещено артикулиру коллективное подсознание понятно да вот это вот очень да действительно артикулировал коллективное подсознание лидович наше время этой части к сожалению подошло концу спасибо за то что рассказали социологической точки зрения вот особенно мне понравился же цветном воплощение успеха но узнать как говорят в определенных кругах пацан к успеху шел но не подфартило вот так что спасибо за этот рассказ с нами на связи был лев гудков социологами вернемся буквально через мгновение программа археология продолжаем наш разговор об ушедшем от нас евгении пригожиной который ушел но тем не менее продолжает будоражить умы почему такая популярность этого персонажа и почему ему повсюду возникают народные мемориалы об этом рассказывает антрополог александра архипова разговоре с нашим корреспондентом антоном сергеенко в принципе некоторое такое не такое недовольство элитами она канализуется в обожании в культе пригожина вот он как бы такой народный герой в чем его народность том что он говорит правду матку он не боится никого он как бы вот рубит с плеча он напрямую высказывает то что элиты боятся услышать он заботится о своих он говорил как бы на таком легком уголовном сленге он вполне себе как бы рубил правду матку то есть он не пытался говорить ни на каком канцелярите который раздражает там не знаю вину вагнеровцы ровно как бы так же как и нас с вами но по другим основаниям принципе вот эта история с мемориалами которые возникают по всей россии памяти уткина пригожина они очень очень характерная на данный момент мы насчитали уже восемьдесят один мемориал это прямо очень много и эти мемориалы они имеют тенденцию возникать в маленьких городах и это в общем не центральная история не то чтобы там как мемориала памяти погибшим российскими обстрелом в украине там чем больше город тем больше мемориалов здесь как бы история обратная маленькие города имеют тенденцию такие мемориалы создавать и не один и это очень хорошо показывает что вот как бы в небольших регионах где много сидельцев где как бы мало денег где довольно депрессивно жить где низкие социальные лифты вот там пригожин очень популярен и сейчас это будет развиваться еще сильнее если это просто не прикроет как бы потому что явно совершенно что власти не очень понимать что с этим делать где-то эти мемориалы убирают где-то смотрят сквозь пальцы и в общем как бы эта вот история с похоронами пригожина тоже как сказать навела шороху вроде похоронили торжественно вроде нет вроде как бы были похороны а вроде нет как бы вроде герой россии а вроде нет вот эту вот двойственность она как бы необычайно людей раздражает и заставляет создавать собственную героизацию еще раз совершенно не собираюсь никого оправдывать но как правило люди вообще всю свою жизнь находится в поиске своей группы и вот мы сейчас видим как эта группа она зарождается это была александра архипова в разговоре с антоном сергеенко а к нам по skype присоединяется николай метрохин научный сотрудник центра изучения восточной европы бременского университета николай добрый день добрый день я хочу сейчас поговорить о феномене пригожина с точки зрения ваших так сказать профессиональных занятий как человек изучающий русский национализм правую движение я вот сейчас смотрю гиркин сидит стрелков под землей уже как в том еврейском анекдоте а кто в лавке остался идет что вот уже началась зачистка вот этого турбо патриотического фланга куда он на волне критики российских военачальников начавшийся в прошлым летом прекращавшийся до июня месяца этот лагерь как бы ну во-первых позиционировался специальным образом на медийных площадках во вторых таскать обеспечил собственную идеологическую подоплеку бунта пригожина и вагнера и в третьих таскать капитально ставит сомнения дееспособность военачальников да таскать подрывает самое морально-политическое единство советского тира и вычеркнуть российского общества которое чаем а вот этих бывших официровых безопасности которые правят россии то есть ну как бы диссидент справа ультра стоит то же самое в советском союзе таскать блога фракции ультракоммунистов радикальных коммунистов радикальных левых которые точно так же зачищали как и условно говоря диссидентов всех прочих но до зачистка своих идет а вот я хотел уточнить вы говорите бунт причем с идеологической подоплекой все-таки вы считаете что здесь была какая-то системная идеологическая подкачка вот этого всего это не был какой-то спонтанный протест блатаря руководителя меньшего уровня до криминального синдиката который таскать делает такую предъяву своему старшему то есть это было все-таки какая-то идеологическая какое-то идеологическое движение здесь за пригожием там несомненно с пригожием несколько месяцев как минимум перед началом бунта с февраля своих обращений так сказать позиционировал себя как актуального российского политика с концепцией справедливости восстановление справедливости которую он отстаивал там разными способами начиная от захоронений устройство погибших когда его вас вар с губернаторами с низкими на места в том числе с екатеринбургским удар за свердловским на вот или бегло антим сам вот заканчивает сказать то что он и вагнер коллективно на уровне совета командиров вписались вот эту пульскую семью мужчина которые антивоенная была дочь которая вскоре заявила пускать антивоенный протест и рисунок нарисовала когда его собственно как бы посадили за это то вагнеровцы подписали коллективное письмо что мы тебе не за это воюем не российскими воюем давайте мы своих юристов предоставим то есть это была четкая совершенно политическая стратегия вот и более того когда собственно начался мятеж то как бы были обращения от вагнеровцев давайте присоединяйтесь к самым перспективным политическому деятелю россии это была логично выстроенная линия имевшая под собой твердую идеологическую доктрину который состоял из нескольких пунктов первый нынешняя руководство россии коррумпированные не справляются своими обязанностями нынешние руководство россии не втягиваются войну по полной то есть не отправить своих детей на войну не как бы это самое ну в общем как бы сохраняет какой-то странный мирный способ жизни внутри страны прежде всего для себя на вот и третье таскать вот есть наши парни которые честно гибнут что это у нас страна поколождается давайте все страну все вот и ровно эта стратегия ровно то же самое говорил геркин стрелков они правда разошлись пригожи нам косвит лично возможно потому что они были два медведя политических на одной площадке каждый со своим медиахолдингом каждый со своей группы поддержки и все прочее поэтому пригожину в грубой унизительной форме отзывался сказать геркиня на вот но тем не менее оба вот эти обе фигуры вокруг себя выстроили некий коалиции то есть вокруг геркин от клуб растри расчеженных патриотов и комплексы таких youtube каналов которые мобилизуют там максима калашникова и все прочее вот так вот патриотическую аудитории а у пригожина свой холдинг патриот до которым использовал для как бы пропаганды себя таскать со своей организации для своих организаций и распространение своих идей поэтому как бы я думаю что в глазах путина и его политического круга поддержки все это выглядело как некое единое явление которым о двух головах может быть ну как бы понятно что уже геркина не было такого количества штуков как и пригожина но тем не менее таскать ну вот и разница да один представлявший несомненную военную опасность дает для режима вот полетел с неба таскать на землю в прямом смысле слова второй со вторым обошлись гуманно в рамках путинской системы то есть его не убили сразу его вот отправляют в тюрьму на неопределенный срок и он должен сгнить а и что будет теперь с этим совсем движением когда она обезглавлена ну это пока из того что мы видим то сказать большую часть этого движения большую часть фигур там 2 3 плана в этом движении она совершенно спокойно пока существует хотя явно утихло да то есть раньше был надрыв мобилизационного плана что вот соратники там да 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 что то делается не вот сейчас они комментируют в сдержанных тонах в той же в рамках той же линии но гораздо сдержаннее я смотрю как вот на военкоров ских каналах резко утихла критика как бы любого и начальство вы начали в первую очередь шойгу вот смерть пригожина обсуждается на в той тональности в которой постановила обсуждать администрация президента а вот то есть типа вот но умер человек чушь теперь как бы это самое вот поэтому как бы я думаю что они ну что называется все поняли или около того или напуганы скажем так все 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 понимают как говорится а что будет с его сторонниками в армии ведь говорилось такие вообще широкие круги речь шла я суровикини и я мизинцеве и а вот эти вот там макаровские которые пришли с генералом макаровым которые поднялись вами реформе армии что будет вот с этой вот генерацией новых военных кадровых ну здесь хороший вопрос что из этого было идейная что из этого было коммерческая то есть они же все были переплетены вот этими коммерческими связями так сказать и мы видим что вот эти аресты и увольнения в армии том числе суровикин который пропал двое в полностью как бы из это сама из видимости дают видимо нет сидит под арестом вот в основном это были люди из воды в игру и отчасти танковых войск ну вот вдв игру это тоже все кадры то есть те институты откуда вагнеровцы черпали кадры и с которыми они постоянно взаимодействовали в том числе в боевых условиях то же самое взятие солидара например как бы проходила же совместно вагнеровцами и десантниками то есть там образовался какой-то тандем там крутились какие-то непонятные деньги огромные вот там перераспределялась военное имущество каким-то образом вот поэтому где там идеологическое сотрудничество где коммерчески организационная трудно сказать вот поэтому как бы посмотрим то есть в россии в принципе коррупция относится к чисто военность исходительная военных кадров таскать и так много таскать квалифицированных которые умеют воевать командовать большими подразделениями я думаю что после периода некоторые опалы мы увидим многих из этих людей но возможно не всех на каких-то других постах ну то есть большой чистки в армии видимо ожидать не стоит пока что шойгу с герасимовым устояли и просто будут понемногу кооптировать тех которые таскать были на пригожинской стороне я бы сказал что вот основные отставки и снятия до исчезновения прошли в первые две недели после максимум три недели после мятежа да вот после как бы убийство пригожину уже никаких отставок чисток не видно кроме вот как бы историю с тем самым с блогером который из маска каллинг да таскать но он все-таки не не военный как какого-то значимую ну вот поэтому я думаю что основные события в армии в армейской чистки уже состоялись вот а как бы отправление вот этих персонажей в резерв на время пока все устаканится ли пока убили пригожина да то есть был период году убийство пригожина вот ну собственно как бы он закончился скорее всего этих людей дальше будут как-то использовать мне интересно что произойдет с самими вагнеровцами их что будут вот особенно бывшие заключенные которые так сказать там отслужили по контракту у них 6 месячные были сейчас у них уже сроки они просто будут тихонько возвращаться по в места дислокации места проживания с закрытыми судимостями хуже много вернулась уже там идет потоки сообщил 10 десятки тысяч ведь это нет но там как бы очень высокий процент из них был убит ну да или они были ранены то есть как бы по-видимому ну там порядка 70 процентов из них уже не смогут ничего как бы совершать по тем или другим причинам и некоторая часть как бы воспользовалась этим явно для того чтобы ну как бы очиститься от прошлого да там вот это был типа питерского предпринимателя который провернулся через который было посажен за убийство там у партнера кого-то и потом через вагнер через двое суток после освобождения из армии он уже летел в турцию да это сказать и сама такая есть категория но сейчас идет идет потоком сообщения о том что вагнеровцы убивают да таскать по новой там расправляются со старыми врагами все прочее то есть часть из них очень быстро вернется в зону назад ну да или с ними как тоже недавно было расправляются тут на одного вагнеровца забили да несколько таких случаев было но здесь мне непонятно речь идет или речь об уголовниках и либо идет речь а что называется кадровом составе вагнера спецназовцев на сети и другие как бы способны влезть в пьяный конфликт пьяные разборки так сказать и получить они разные кости костяк то я понимаю остался военные вот интересно что с военной те которые прошли с ним уже там и и сирию и африку нет они в основном в длительных отпусках то есть считалось как бы что по вагнер на момент мятежа был двадцать пять тысяч человек из них в белоруссии оказалось порядка двух тысяч человек но допустим таскать еще некоторое количество вернулся в африку воевать несколько человек вот соответственно как бы вопрос что с остальными часть из них сама контракт с минобороны как известно но это опять же вроде бы как бы речь идет о нескольких тысячах из человек основная часть вот таким фрагментарным сообщили сообщением что было основная часть была отправлена пригожимом длительные отпуска пока не при перейдет то реструктуризация деятельности там переносы на африку выстраивание логистики писание контрактов все прочее вот и вот где-то на этой стадии таскать это сама руководство вагнера и убили собственно вот поэтому скорее всего таскать значительная часть этих людей сейчас просто россияна по россии вот и посмотревает что будет дальше но вообще-то российская армия будет проводить очень неизбежно новую мощный заем населения ветеранов воин из населения россии так сказать и скорее всего многих из них призовут либо добровольно либо принудительно вообще мавр сделал свое дело мавр может уйти до вагнер отработал какие-то критические моменты там под бахмутом и собственно тогда еще и в африканских каких-то войнах и сейчас уже полностью почему еще вот говорят путин выжидал что было стало очевидно что вагнер замещен регулярными частями минобороны но я бы сказал что вагнер специально в таком масштабе был привлечен для узкой задачи которая можно было не назначать и эта задача состояла в том чтобы идти но условно говоря из района горловка горловки чуть севернее нее на бахмут и солидарь и захватить эту агломерацию а потом возможно идти в сторону славянска на вот собственно под это дело его который не был таспить столь большим как бы подразделением накачали этими бывшими заключенными то есть не они использовались в кризисной ситуации они создавали кризисную ситуацию вот в том числе вполне я считаю работоспособной версии что вагнер в таком масштабе с привлечением такого количества заключенного был создан специально для утилизации криминального элемента работа сейчас же как бы то что мало обсуждается последние там четыре года российское государство ведет интенсивную борьбу с организованной преступностью я имею ввиду систему воров законов криминальный групп то есть это постоянно идет информация уже о предъявлении таскать обвинения по статьям руководство преступными организациями вот этот криминальный банда 90-х которые не встроили систему не получили своих кураторов из фсб для может быть уже строились получили мы были сочетены ненужными их таскать утилизуют интересно у меня сильное подозрение что как минимум это было взаимосвязанное таскать задачи то есть овладение солидаром и бахмутом ради там месторождение ли лития соли там что там еще есть таскать всего в этом районе таскать вот и как бы уничтожение вот этого самого криминалитета интерес напоминает вот это вот сучью войну которая была в гулаге после послевоенное время когда перерезали друг друга блатные авторитеты абсолютно то есть ну да это не вещи к хорошо последний вопрос что мы в этой части успеем обсудить что вообще тогда сейчас будет с русской партии до которую вы изучаете из партии войны они уже полностью инкорпорированы интегрированы так скажем во властный дискурс они не играют самостоятельной политической роли но они раньше не особо играли самостоятельную политическую роль а как бы были одной из групп влияния на политические элиты да то есть электорально таскать русская партия как таковая была незначительная но как политическая сила влияющая на как бы элиты она существовала при этом она всегда имела таскать несколько там градация несколько голов разной идеологической направленности там радикальные монархисты это одно таскать национал коммунисты другое таскать там имперцы это 3 до или там нацисты и там русские скинхеды это вообще 4 на вот соответственно как бы и сейчас сохраняется ситуация когда русские националисты как бы раздроблены по разным направлением есть те кто встроился в систему и обслуживают власть до некоторые части части и политических как-то интенсии таскать провозглашает развивает все прочее вот там егор холмогоров например какой-нибудь брат искать вот значит есть так или там никита михалков вот то есть та часть которая ориентирована на ну скажем так более радикальный вариант усиление русской национальной повестки и поэтому относится к власти критические там условный демушкин да то сказать вот и есть та часть которая предпочитает стоять стороне поскольку понимает что масштаб конфликта такой что в нем больше потеряешь чем найдешь понятно но в общем да здесь это такая уже достаточно идет сильная нажим со стороны власти в любом случае и программы и реализуется уже совершенно другими силами и средствами чем то что было еще лет десять двадцать тому назад и в этом отношении роль правой партии она конечно побочна спасибо большое николай за этот рассказ с нами на связи был николай метрохин цен научный сотрудник центра изучения восточной европе бременского университета мы вернемся через мгновение программа археология продолжаем наши разговоры евгении пригожине господи все время хочется назвать его иосифом какая-то вот это вот такая вот на народная фольклорная струя но мы действительно говорим о пригожине как о фольклорном герое о том почему он действительно так перевернул массовое сознание и политическую систему о значении пригожинского бунта и смерти пригожина рассуждает политолог и географ дмитрий орешкин так или иначе стало понятно что да есть среди силовиков и люди которые не в восторге от того что делает если не лично путин то его ближайшее окружение при вожестве им подчеркивал что речь идет о шерегу и герасима как минимум можно говорить о серьезном расколе в стане уже силовиков это не конфликт между силовиками и либералами о чем говорили 10 лет назад либералы были уничтожены как класс а уже конфликт внутри клана силовиков которые как раз были опорой владимира путина это говорит о том что источник угрозы для тех же силовиков топология угрозы замкнута вокруг путина то что устроил пригожин это мне кажется существенные доказательства поэтому сейчас путин бьется с ура патриотами с турбопатриотами посадил гиркина уничтожил пригожина и в общем ввел ничтожество суровикина который был известен близостью к пригожину обратите внимание что куда-то исчез господин кадыров как-то он освободил информационную площадку чтобы лишний раз о себе не не напоминать так что я думаю путин эту партию выиграл но при этом имидж свой слегка повредил особенно в глазах военных элит они ведь хорошо понимают в чем дело они понимают что пригожин был неплохой вояка хотя они к нему относятся с такой профессиональной спесью потому что он же не военный но они понимают что он справился ему дали задачу на и решил они понимают что суровикин грамотно выстроил оборонительные линии с которыми сейчас мучаются в течение уже как минимум трех месяцев вооруженные силы украины прорезали они не прорезали это вопрос сложный но линия суровикина была построена профессионально силовики это понимают путин суровительно разжаловал отсюда силовики делаю для себя вывод что для него важнее не сохранить эффективных генералов а сохранить собственную власть они же тоже не дураки и тоже видят что происходит просто в своей системе ценностей это был дмитрий орешкин в разговоре с нашим корреспондентом антоном сергиенко а к нам по скайпу присоединяется максим трудолюбов журналист и публицист максим добрый день добрый день добрый день да вот хотелось бы поговорить о пригожинска феномене пригожина потому что действительно как-то со временем он как бы становится более объемным потому что дискуссии продолжаются и действительно это такое мне кажется было одно из самых ярких событий всего путинского правления при всей так сказать чудовищной преступности этой фигуры тем не менее это невероятно яркое событие и вот я хотел поговорить об этом с институциональной точки зрения а что это значит с точки зрения путинского режима меняет ли это как-то путинский режим расклад сил или мы это наоборот поймем как некое вот личная разборка двух криминальных авторитетов мне кажется что это конечно же некоторая разборка в общем наверное точнее сказать расправа одного над другим но вещь это системная по крайней мере с моей точки зрения и не только с моей на самом деле то есть если посмотреть исследования которые изучают авторитарные и особенно коммунистические или как некоторые политологи говорят ли не низкие режимы то есть режимы основаны на партийной монополии на власть так вот если на них посмотреть и если очистить все происходящее от шума и от церемоний от инициаций аккламации и всего прочего то мы увидим процесс сведения счет это один из выводов такого политолога джозефа торигианы который специально посмотрел на то как была устроена смена власти в советской в советском союзе после смерти сталина и в китай после смерти мал это почему значимо потому что были некоторые иллюзии у многих до специалистов и при историков пристав по социальным наукам что там было коллективное руководство что там было рассмотрение повестки дня некоторые программы что нам делать менять ли экономику что делается идеологии и так далее так далее и ну в итоге в результате некоторого внутреннего ну скажем так голосование почти выбирается лидер который по сравнению с предыдущим лидером выглядит как реформатор но вот его исследование это регионе исследование показалось что в действительности побеждает тот кто лучше других справляется с манипулировать кто лучше других пользуется компрометирующими материалами кто не боится шантажировать и и использовать разные другие методы давления на коллег так что в итоге он сбрасывает тех кто пытались там как бы с ним делить власти остается один у власти а повестка дня содержательной политической он ее берет такую какая ему выгодно в данный момент то есть условно говоря хрущеву было очень важно отделиться отстроиться от сталина в пятидесятые годы и показать себя ну действительно реформатором но так чтобы это выгодно было прежде всем всего ему и похожий процесс происходил в китае то есть чтобы закончить эту мысль мне кажется я хочу сказать что вот для таких режимов вот и вот сведения счетов это вообще системная вещь после того как власть сменилась или какой-то вопрос решен и два игрока который не поделили что-то между собой либо ну решили конфликт каким-то образом внутри либо друг друга сбросили с шахматной доски либо один другого убил что тоже случается после этого это обставляется и показывается публике тем или иным образом это новый вождь или новый министр или какой-нибудь новый командующий или начальник генерального штаба и так далее и так далее то есть особенно острые эти вопросы возникают в момент смены власти но не только то есть процесс сведения счетов для такого рода государства он естественный но кроме того не будем забывать что государства такого рода сравнивают из то что называется мафии да то есть преступными сообществами в которых тоже сведение счетов это по сути основной механизм удержания укрепления власть ну да и здесь конечно вот это следующий вопрос чтобы это имеет все признаки чистый вот это вот криминальный просто по классическим сюжетам крестного отца видимость прощения приблизил к себе два месяца выжидал и через два месяца день в день вот в это вот в двухмесячную срок этого мятежа он расправляется со своим оппонентом то есть это чисто такая понятийная символическая история да это действительно так выглядит вот по этому поводу просто я не мог не подумать не не осознать что но поскольку мы наблюдаем за всем этим но сколько лет мы уже до наблюдаем и были ситуации ранних двухтысячных середины двухтысячных когда тоже происходили убийства происходили трагедии и были дискуссии заинтересован кремлин за интерес кремль заинтересован путин или нет и путин говорил убийство политковской да это принесло больше 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 вреда чем ее публика собственных и работа как журналиста и после убийства немцова кто-то там говорил из кремля что путин в ярости и это все подпитывала дискуссии о том что путин ну как бы он отстранен от этого что боже упаси это же не он это кто-то другой но чем дальше тем больше чем больше они старались он лично путин и его окружение старались создать такое ну как бы отстраиваться до ситуации говорить это не я это не мы это не мы это не я но чем больше они это делали тем очевиднее становилось что это они и случае с вот этим с казнью пригожина мне кажется что вот это вот понимание она уже сомнений тут ну наверное просто ни у кого нет то есть мы находимся в ситуации когда что называется все все понимают это при нужно оговориться не приговор это не решение суда нам скорее всего покажут какую нибудь версию что будет сложно пока пока что пока что они не нашли признаков внутреннего самолета что все равно все так и будут все понимать и имея на самом деле никаких рациональных и фактических оснований для того чтобы считать что его убили между тем все равно все будут так считать это такой вот странный результат действуя этой системы то есть все понимают что произошло доказать нельзя данным доверия нет вот и мы живем вот в этой вот ситуации чем дальше тем больше все все понимают сигнал очень сильный и или ты считают этот сигнал да то есть можно говорить о том что как бы политическое пространство этим взрывом самолета абсолютно зачищена до низведено и крущено как говорил карлсон я думаю что вряд ли есть сомнения что главный адресат это те несколько будем говорить тысяч человек которые имеют непосредственное отношение к высшему руководству и руководству бизнесом и ключевыми допустим силовыми ведомствами но и шире я думаю потому что мы ведь видим как мало людей высказывается против войны из этой среды из литы как мало из них ну позволяют себе хотя бы сдержанно что-то сказать я уж не говорю о том чтобы уехать и открыто высказать в общем это не я просто уверен что все было бы иначе если бы они их жизнь не была бы замешана на страхе они понимают что с ними могут сделать может быть не всех будут так публично казнить как этого человека но совершенно очевидно что арсенал воздействия точнее как в арсенал набор инструментов да с помощью которых это администрация действует он к сожалению содержит в себе шантаж взятие заложников разного рода давления и и эти люди лучше нас понимают что происходит что они его вероятно даже и за границей ну да и показать показательный вот арсенал в репертуар входит и показательные убийства и главное когда власть особо и не скрывается да как было у пригово про милиционера да он и не скрывается вот и у путина так было и с убийством скрипаля с убийством литвиненко они как бы подмигивают я подозреваю что это главная новость с казнью пригожина в том что здесь несмотря на то что все официальные заявления продают будут продолжаться в том духе что это ну расследование там бомбы или что-то но здесь гораздо меньше сомнений наверное меньше чем в каком-либо предыдущем случае меньше сомнений что лично значит верховный главнокомандующий имеет отношение к этому так называемого да хорошо максим спасибо большое за этот рассказ с нами на связи был максим трудолюбов журналист и публицист ну а я в завершении этой программе могу только повторить эпитафию произнесенную великим комбинатором по одному известному случаю был ли покойный нравственным человеком нет он не был нравственным человеком это был бывший слепой самозванец и гуси крат так что я тоже самое могу сказать на смерть пригожина но и гораздо важнее мне кажется это то что нам говорит о сути государства настроения их населения если сначала едва ли не главным публичным политиком героем интернета а ныне героем легенд становится обычный бандит то это говорит о том что собственно и само общество и само государство очень сильно криминализовано и россия по сути своей управляется мафией эта программа археология меня зовут сергей медведев оставайтесь с нами радио свободы и телеканал настоящее время и